Добрый день! 1589 год. В греческом городе Солоники скончался раввин Шмуэль бен Моше Медина, акроним его имени Раждам. Его учениками были видны законоучители Авраам де Ботон и Иосиф Ибн Эзра, а внукам Шмуэль Хайюн, автор книги «Гней Шмуэль». В 1829 году родился немецкий художник Людвиг Кнаус. Среди множества его работ есть немало полотен, которые запечатлели его современников, евреев. Картины Людвига Кнауса были многократно отмечены на международных выставках и сегодня экспонируются в крупных музейных собраниях Европы и Америки. 1899 год. Родился Яков Дори Достровский, первый начальник генерального штаба армии обороны Израиля. Яков Дори родился в Одессе. После погрома в 1905 году семья эмигрировала в Палестину, которая в то время была частью Оттаманской империи. Во время Первой мировой войны Яков Дори был сержантом палестинского полка еврейского легиона. Затем обучался инженерному делу в Бельгии. По возвращении вступил в подпольную военизированную организацию Хагана. В годы Второй мировой войны Яков Дори и британское командование разработали систему укреплений побережья, которая защищала страну от возможного нападения германских войск. После образования государства Израиль и с началом войны за независимость Яков Дори был назначен начальником генерального штаба армии обороны Израиля и первым в стране получил звание генерал-лейтенанта Рав-Алув. 1909 год. После двухнедельного пребывания в больнице в Нью-Йорке скончался Нафтали Херц Имбер, поэт, писатель и сионист. Он родился в Галиции. Стихи писал с 10-летнего возраста. Получил награду от императора Франца Иосифа за поэму, посвященную столетию присоединения Буковины к Австро-Венгрии. Но помнят его по другой причине. В 1886 году в Иерусалиме вышел его первый сборник стихов «Утренняя звезда». Именно там было стихотворение «Наша надежда» Тикватейну. Оно стало текстом будущего гимна сионистского движения, а спустя полвека и гимном государства Израиль. Стихи писал с 10-летнего возраста 1909 год. В Вашингтоне театральная премьера. Это постановка по пьесе Исраэля Зангвилля «Плавильный котел». Внезапно, по ходу сценического действия, президент Соединенных Штатов Теодор Рузвельт наклонился над барьером своей ложи и закричал «Это отличная пьеса, мистер Зангвилл! Отличная пьеса!» «Мог ли драматург мечтать о лучшей рекламе?» 1879 год. Сообщают, что по всему миру насчитывается от 6 до 7 миллионов евреев, столько же, сколько было во времена царя Давида. Сюда включены 5 миллионов евреев Российской империи, 200 тысяч евреев Азии, 80 тысяч Африки и от миллиона до полутора миллионов в Америке. В Российской империи самое значительное еврейское население Европы. За ним следует Австро-Венгрия. В Германии живет около полумиллиона евреев. Большинство африканских евреев живут в Алжире и Эфиопии. В Иерусалиме евреи составляют более половины населения города. Их 13 с половиной тысяч человек. 1939 год. Методом ограда и башня создан кибуц Бейт-Орен. Он расположен на севере Израиля, в районе горного массива Кармель. В 1934 году на холме в этом месте стоял одинокий арабский дом. Он и прилегающие земли были выкуплены евреями. Там обосновалось 15 поселенцев, выходцы из России и Польши. Они намеревались построить город, но во время арабского мятежа в 1936 году некоторые из них были убиты, и поселение пришлось ненадолго покинуть. 9 октября 1945 года подразделение Палмаха освободило 208 нелегальных иммигрантов из лагеря Атлит. Кибуц Бейт-Орен приютил беглецов и их освободителей. В 2018 году здесь значилось 470 человек. 1939 год. В СССР вышел очередной номер газеты «Безбожник». Статья, опубликованная в этом органе государственного атеизма, сообщает, что в Польше раввины действовали как полицейские агенты. В 1989 год. В Умань прибывают братствовские хасиды. Впервые после перерыва в несколько десятилетий они смогли приехать на могилу раби Нахмана. Редактор субтитров А.Семкин